Ну тогда на три-четыре. Три-четыре. Оп. Давайте, давайте, убегайте. Давай, 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 давай. Юля, слышишь? Там скоро покушать будет, я что-то уже проголодался. Сережа, ну-ка сделай потише. Ты уже всех достался своим Майнкрафтами с этими сиреноголовыми. Надо еще поперчить. Ох, перец сегодня какой ядреный попался. Юля, не могу тише сделать, здесь такое напряжение. А, кстати, пусть здорова. Да, да, да. Давай, давай. Убегай, убегай. Вообще. Походу с перцем сегодня переборщила. Нужно пойти умыться. Сережа, я пойду умоюсь, а то я расчихалась немножко. А ты давай заканчивай с этой своей игрой. Какой я, Юля, заканчивай? У меня сегодня законный выходной. Я его посвящаю Майнкрафту. Ребята, ну а если кто-то из вас тоже любит игру Майнкрафт, нажимай быстрее лайкосик этому видосу. А я буду убегать от сиреноголовых. А они все равно меня не догонят. Блин, на самом интересном месте. Кто это мне звонит? Миссистрат? Ну что-то она мне звонит. Сейчас опять со своими болючими уколами что-то новенькое придумала. Гребется сюда. Ребята, нажимайте лайк, кто тоже очень сильно боится уколов. И подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Блин, а что я переживаю? Карантин-то у нас уже закончился. Подниму сейчас ей и отвечу. Да и все. А если что-то важное, тогда я отключу. Якобы связь пропала. Алло. Алло. Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как я рада вас слышать. А вы сейчас дома? Ну да, пока еще дома. Я скоро буду неподалеку от вас. И мне нужно к вам тоже будет заехать. И провести профилактику от аллергия. Сейчас весна, время цветоцветения. У многих обостряется аллергия. И всем, у кого есть показания, мы делаем биологическую процедуру. А как эта аллергия вообще проявляется? Ну, как обычно. Вы что, с ней никогда не сталкивались? Самые распространенные симптомы это чихание, зуд, кашель. Блин, у меня-то никаких побочных действий нет. А у Юли, походу, уже начались. Она вон как чихает. Ей это точно будет на пользу, эта прививка. Ну, короче, вы меня ждите. Я приеду и все вам расскажу. Блин, вы представляете? Она собралась нам поставить какие-то биологические уколы против какой-то аллергии весенней. Но у меня аллергии нет. Ну, а Юли, прививочка точно не помешает. Ребята, а вы нажимайте быстрее лайкос этому видео. И для тех, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Нужно сваливать быстрее отсюда. А Юля, я об этом еще не скажу. Юля, ты долго там? В общем, мне нужно срочно на работу. Мне позвонили, вызывают. Все, я погнал. Фух, полегчало. Сереж, ты же на выходном. Какая еще может быть работа? А как же твоя игра в Майнкрафт? Да Юля, Майнкрафт подождет. Мне очень срочно нужно на работу. Блин, походу не успел. Вроде бы скорая едет. Ё-моё. Так, если я выйду на улицу, она меня там заметит сто процентов. Это не вариант. Нужно спрятаться где-нибудь. Спрячу себя в шкафу. А хлопну не верю, как будто я ушел. Юля, пока. В шкафу будет понадежнее. Главное, чтобы Юля не заметила. Заодно и Майнкрафт поиграет. Правда, уже без звука. Блин. Нужно звук тише сделать. А то сейчас себя выдам. Сережа приколист. В свой выходной день променяла игру на работу. Так, а с перцем я больше дела точно не буду иметь. А то опять расчехаюсь. Что-то скорая так намугала, как быстро едет. Только не к нам. Не хочу я с этой медичкой больше встречаться. От нее только одни неприятности в виде больших болючих уколов с их последствиями. Чего? Так я и знала. Эта медсестра выходит из скорой помощи и направляется прямо к нам. Может, предотвратится, что нас нет дома? Но она так просто не отстанет. Блин, здорово. Я, ребята, все-таки придумал спрятаться в шкафу и не получить какие-нибудь уколы. Вот и будет время в игру доиграть. Вот уже стучится. Ладно. Вот же Сереже повезло. Слиняла вовремя. А вот и мне сестра подошла. Стучится в дверь. Юля пришла. Но что-то она ей не открывает. Только тихо. Вот же. Стоит там со своей аптечкой полными медикаментов. А может, ее действительно не пускать. Постоит, да и уйдет. Юля, открывайте. Я же видела в окно, что вы дома. Хотя не вариант. Сейчас Лерка с Винкой будут из школы возвращаться. Не хочу, чтобы эта медичка вместе с ними встречалась. Ладно, придется открыть. Ну, здравствуйте. А что вы к нам пожаловали? Здравствуйте. А я к вам пришла не просто так, а с профосмотром. Ну, ладно. Что вы там на улице стоите? Заходите давайте. Хорошо. Спасибо. Ну что, рассказывайте. В чем этот профосмотр заключается? Сейчас весна. Время цветоцветения. У многих обостряется аллергия. И всем, у кого есть показания, мы делаем биологическую процедуру. Интересно, о чем это там Юля вместе с этой медичкой говорят. Ну, я думаю, что они, кроме уколов, с медсестрой, ни о чем хорошем точно не поговорят. Ладно, посижу лучше в шкафу, поиграю в Бейнкрафт. Да вы что? Что еще за биологические процедуры? И как их делают? И что это вообще значит? И все мы делаем биологическую прививку. В первую очередь, я приехала проверить Сергея. Он же схитрил на карантине и не прошел до конца вакцинацию. А сейчас я ему должна быстренько сделать прививку и посмотреть, какая у него будет противоаллергическая реакция. Склонность организма к аллергии очень высокая. Фух, это Сережа. Как здорово. А я уже испугалась. Его сейчас нет, ему срочно нужно было поехать на работу. Так что приезжайте в следующий раз. А как это нет? Я же ему только что звонила, и он сказал мне, что будет дома. Чего? Какой еще мне укол? Упси. Ух, ты ж блин, как же вовремя Юля все-таки чихнула. Блин, пусть она и расхлебывается с этими уколами противоаллергии. Упси. Ой, извините, пожалуйста, на такой дурацкий перец. Юля, будьте здоровы. Так у вас самый главный признак аллергии. Чихание это первый симптом этого заболевания. И поэтому нужно его как можно быстрее предотвратить. Да никакая это не аллергия. Я тут обед просто готовлю, и мне перец попал в нос. И поэтому я и расчихалась. Чихание говорит о том, что организм склонен к аллергии. Это никакая не аллергия. Просто, я же вам говорю, перец в нос попал. Так не тратьте мое время, я лучше знаю. Я же врач, так что будем вас лечить. А теперь предупреждаю, процедура эта не из приятных. Блин, пошла готовиться к процедуре. Ребята, нажимайте быстрее лайк и держите за меня пальчики. Я вам предлагаю право выбора, что будем вам ставить. Укол или делать клизму. Не то и не другое. Может быть, витаминку мне дадите? Нет, нет, нет. Так не пойдет. Эта процедура делается с четырьмя уколами и с одной клизмой. А в этот раз, так как вы у меня очень хороший пациент, я решила вам дать право выбора. Что? Клизма и четыре укола? Я даже не знаю, что мне из этого лучше выбрать. Так, главное, чтобы она эту клизму не выбрала делать. Эта процедура такая неприятная, и я ее тоже не люблю делать. Ну что, Юля, определились? Я выбираю лучшие уколы. Только, пожалуйста, поставьте мне их самым безболезненным способом. Вот, Юля, и хорошо. С выбором мы определились, но только вот есть один маленький нюанс. Какой еще нюанс? Ну не беспокойтесь, Юля, не беспокойтесь. Этот побочный эффект бывает один раз на целый миллион человек. И на моей практике он еще ни разу не встречался. Так что все будет хорошо. Так, Юля, вы ложитесь, расслабляйте свои булочки. А мне нужно приготовить самый настоящий биологический укол. Надеюсь, я сделала правильный выбор в пользу укола. Ну, опыта, попу. Вы не бойтесь, не бойтесь, я же профессионал в своем деле. Так, достала одну вакцину, а здесь самый важный ингредиент. Он очень-очень дорогой. Так, наливаем. Юля, не бойтесь, сейчас может произойти реакция. Ой, ой, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ух, не вытекло у меня ничего. Видите, я уже вам говорила, это биологическая прививка. Вот видите, как она шипит. Так, а сейчас нужно подготовить шприц. Для этой прививки нужен особый. Этот укол будет самым большим и самым болючим. Медсестра, а больно-то на сколько? На один из десяти, а то я уколов очень боюсь. Ну, вы так сильно не беспокойтесь. Я вам сделаю вот такой маленький совсем уколчик, который вас обезболит. Вот этот уколчик поможет избежать аллергии на целый год. Вот этот уколчик предотвратит появление побочных действий. Ну что, приступаем к самому главному уколчику. Юля, походу, начинает делать уколы. Я бы все-таки, наверное, согласился на клизму. Хоть она и неприятна, но это все равно лучше, чем четыре болючих укола. Ребята, а вы смотрите видео до конца. Удастся ли мне обхитрить эту мне сестру или нет? Ладно, буду сидеть здесь и выжидать время. Ну все, Юля, все уколчики у меня готовы. Можно приступать. Вот это уколчики. Ничего страшного в них нет. Что же вы таких сильно боитесь? А можно только не этот самый большой вначале. Я же вас предупредила. Начинаем с самого маленького, обезболивающего. Этот я взяла для того, чтобы посмотреть, закончилась ли реакция. А то он может быть очень горячим. Ух, а это самое то. Итак, встряхиваем пузырики. Выпускаем воздух. Так, Юля, готовы? Протираем вместо укола ваткой. Ой, чего вы, Юля, так кричите? Я аж испугалась. Ой, как больно. Я все чувствую. А вы сказали, что совсем они не чувствительны, эти уколы. Так это только первый так чувствуется. Я же вас предупреждала. Остальные все как по маслу. Все, расслабляйте свои булочки. Для того, чтобы ничего вам не чувствовалось, я этот шпильц не буду доставать. А буду все водить одновременно. И вы ничего не будете чувствовать. А как это не доставать? Они же мне будут мешать. Об этом не думайте. Они вам совсем не будут мешать. Давайте уже быстрее мне ставьте все эти уколы. Юля, не напрягайте булочки. А то иголка может сломаться. Расслабьтесь. Вы готовы получить третий укол? Сейчас вы ничего не будете уже чувствовать. Ну давайте, колите уже. Я походу точно ничего не чувствую. А вот этот укол биологический. Он самый болючий. Вот уже и реакция закончилась. Он уже остыл. Теперь самое время его ставить. Готовы? Оп. Ну что, скоро вы там уже со своими уколами закончите? Ребята, обязательно нажимайте лайк. Если не хотите получать уколы, как и я. А сейчас, Юля, я вам буду вводить все по очереди. Ну что, это все? Ой, а что это? Я пошевелиться не могу. И что с моим голосом? Ах, Юля, вот это я накаркала. Это и есть побочный эффект, о котором я имела в виду. И вот он, наступим. Этот один момент на целых миллион пациентов. Ну, сестра, давайте делайте что-нибудь. Вы же говорили, что побочных действий не будет. А я превратилась в мужчину. И как долго этот побочный эффект будет сохраняться? Ну, это действие может продлиться 24 часа. Но я вам постараюсь помочь. И чтобы это быстрее все прошло, у меня есть кое-что на этот случай. Вот, Юля, смотрите. Есть у меня специальные таблеточки на этот случай. Обязательно утром розовая, в обед голубая и вечером такая беленькая. Только не перепутайте, потому что может произойти необратимый эффект, если вы выпьете не в тех дозировках и не в той последовательности. Может вообще попу раздуть до непонятных размеров. И никому эти таблеточки не давайте. Все, держите. А я приеду и проверю вас завтра. Заодно Сергею прикажите, чтобы никуда не уезжал. Ему тоже придется ставить биологический укол. Ну, а вы, ребята, были на канале Юэшо. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь, кто этого до сих пор не сделал. И смотрите продолжение самых крутых, веселых и прикольных серий. Все, всем пока. А я побежала. С новым пациентом. Фу, ребята, бедичка ушла. Теперь можно вылазить из шкафа. Главное, чтобы Юля не заметила, что я это все время был дома. Юля, привет, я дома. Это что, Сережа там вернулся. Странно. Не успел, медичка, задверь вылетел. Так и Сережа быстренько пришел. А может, они заодно. И может, они сговорились. Блин. Это что там, Юля не одна? Что там? За мужик какой-то. Это точно не Юлин голос. Нужно выглянуть, посмотреть. Блин. Что это за клей спастись? Что здесь вообще происходило, пока я там в шкафу сидел? Ребята, нажимайте сразу лайк этому видосу. Ну, привет, Сережа. Быстрее иди сюда. Юля, а ты что, здесь не одна? Здесь еще кто-то есть. Конечно же, одна. Давай быстрее заходи сюда. Я даже двигаться не могу. И булочек своих не чувствую. Фух, а я думал, ты уже здесь не одна. Блин, Юля, что вообще с твоим-то голосом? Какой-то побочный эффект от тех четырех уколов, которые мне поставила медичка. И особенно после этого большого биологического укола, который на меня подействовал. Нужно было соглашаться на клизму. Чего? А откуда ты знаешь про клизму? Да так, Юля, догадываюсь. Не зря она здесь на земле лежала. А, черт! Это кто к нам еще? Неужели ты мне сестра за этой клизмой? Что же делать? Блин, нужно спрятаться куда-нибудь. Черт. Юля, только не выдавай меня, что я домой вернулся. Я не хочу. Эти уколы получать. Блин, мне кажется, идет сюда. А мне что делать? Я же даже не могу пожалелиться. Я же не могу даже никуда убежать. Мне что опять эти уколы получать? Только бы это не медичка пришла. Странно, меня никто не встречает. Эй, мам! Пап! Лера! Че, никого нет? Странно. Это точно медичка. Перетворю, что сплю. А где все? Мам, ты че, спишь? Фух, Элинка, это ты? А я думал, это опять медичка со своими уколами. Мам, а что с твоим голосом стало? О, пронесло-то как, Элинка. Ну ты умеешь пошутить. Я че, штаны не наделал. Ты че, еще ей даже клизму взял? Да нет, Элинка. Эту клизму забыла мисси Страх. Она испугалась, что у мамы начались какие-то побочные действия. Посмотри, какая у нее стала большая попа. Еще она двигаться не может. Да это странный голос мужской у нее появился. Что мы будем теперь делать? Что? Медичка, она опять вернусь с этими болезненькими уколами? И зачем она клизму оставила? Значит, она к нам еще вернется. Да ладно, Элинка, успокойся ты. Медсестра вернется не раньше, чем завтра. Посмотрите, как у мамы наши дела. Странно, Сережа. Что-то очень много совпадений. Откуда ты знаешь, что медсестра должна завтра вернуться? Да блин, Юль, я как бы так, ну, предполагаю, она всегда на следующий день к нам возвращается. А на чем это я там в таком сижу? О, конфетки какие-то. Сережа! Круто. Сейчас попробуем. Вкусненькие. На ММД уж похожи. Ну, еще две закачу. Ммм, объедение-то какое. Юля, где ты их взяла? Папа, а можно и мне конфетку? Ты чего съел? Это же мне против этого укола восстановительные витамины. Ну, в смысле? Какие еще восстановительные витамины? Это что, тоже медикаменты какие-то? Медсестра тебе дала. Вовремя, папа, что ты мне не угостил. Да, да, Сережа, это мне, для моего голоса. Просто я не знала, куда она их положила. А ты их выпил. Она предупредила, чтобы их никто больше не брал, кроме меня. А вдруг у тебя сейчас побочка начнется? Тут важно в определенной очередности пить. А ты полпачки съел. Да ничего, Юля, со мной не будет. Ой. А что с моим голосом? Папа, у тебя, походу, голос как у мамы стал. А у мамы как у тебя. Теперь у меня две мамы и два папы. Это что, у нас по улице там скорая едет? О, нет, только не это. Я точно им так просто не дамся. Все, меня здесь нет. Точно, это же, возможно, одна медсестра. Эй, пап, подвинься. Иди, Юлинка, здесь занято, другое место прячься. Блин, папа, мне не дало спрятаться. И что же тут место есть? Мама, только не сдавай нас с папой, что мы здесь спрятались. Ребята, кто боится вместе с тем, обязательно нажимайте лайк. А кто еще не подписан на наш канал, быстрее подписывайся. Хорошо, Юлин, они быстро убежали и спрятались. А мне что делать? Папа, папа. Что, Юлинка, тише сиди. Сейчас нас точно заметят. Папа, папа. Папа, это скорая проехала. Это была ложная тревога. Можно выходить, давай. Фух, пронесло. Где-то дальше помчало, где-то скорая у нас по улице. Нажимай лайк, если ты тоже боишься уколов. А теперь можно и в Майнкрафт поиграть. Папа, какой еще Майнкрафт? Вы с мамой, что бы я делал со своими голосами? Минтичка придет к нам и упадет в оморок. Ё-моё, а я и забыл уже от страха, что у меня голос совсем-то не мой. И все из-за этих витамин. Точно, Сережа, я-то не выпил еще до сих пор свои витамины. Но для того, чтобы мой восстановился, мне как раз и надо их выпить. Мама, так это таблетки были лишь для тебя? Да, Юлинка. Вот папа в этот раз взял и выпил то, что ему не положено. Вот он свой голос и испортил. Мама, ты пей быстрее тогда. Я совсем давно это помочь. Ну что, мам, помогло? Не знаю. Элинка, мой голос восстановился. Как хорошо. Вот бы я еще и двигаться теперь могла. Но нет, ничего не получается. Блин, нужно срочно какое-то и мне искать противоядие. Я что, осталась таким навсегда, что ли? Но эту миссисру точно вызывать не буду. Алиса, ты здесь? Что вы так резко? Стучаться надо. Блин, Алиса, некогда стучаться. Слушай, мне нужно какое-то противоядие. Я выпил очень много цветных витамин. Вы принимаете таблетки по рецепту врача, я надеюсь? В том-то и дело, что нет. Я думал, это конфеты. Может, вы отравились? Не знаю, у меня изменился голос. Хм, это хорошо или плохо? Алиса, я стал просто как девчонка говорить. А вот с этого момента поподробнее. Что мне делать? Где найти противоядие? Еще в Яндексе. Ура, нашла! Не понял. Юля, у меня есть шокирующая новость. Ты здесь случайно никого не узнаешь. Блин, Юля. Оказывается, у нашей медсестры появился близнец, который выдает себя за нее. И делает всем уколы. А потом ставит им противоядие, но только уже за деньги. Этим путем она обманывает и выманивает деньги. А очень похоже, как две капли воды на нашу медсестру точно не отличишь. Она оказывается мошенница. Что будем делать? Я предлагаю устроить ей план мести. Сережа, план мести позже придумаем. А сейчас тебе надо прочитать, как восстановить свой голос и как сделать так, чтобы я опять начала двигаться. Ого, две медсестры одинаковых. Так не пойдет. Главное не попасться на ту, которая деньги выпрашивает. Юль, так противоядие находится прямо в этих таблетках. Просто нужно вспомнить, в какую очередь я их пил и выпить в обратной последовательности. Сережа, так все легко. Ты сначала выпил розовую, голубую, а затем белую. Теперь нужно сделать все наоборот. Мама, смотри, эти таблетки, как пупы, кликают. Пупы, не пупы, но даже витамины детям в руки без присмотра взрослых опасно брать. Так что на, Сережа, пей. Ребята, нажимайте лайк, чтобы у папы появился голос. Ну, надеюсь, что Алиса права. Ну что, Юля, получилось? Вроде бы уже голос лучше стал, скажи. О-о-о! Мама! Нет, Сережа, лучше не стал. Ты в какого-то козленочка превратился. Папа, у тебя еще хуже стал голос. Чем был? Ребята, наверное, кто-то из вас не нажал лайк. Быстрее переходите вниз и нажимайте лайк. Так у нас получится папу спасти от этого козлиного голоса. Ё, Алинка, реально козлиный голос стал? Да, Сережа. Ё-моё, вот эта медичка проклятная, что же она натворила? Папа, ты, наверное, не в том порядке выпил таблетки. Вначале надо было розовую, потом голубую, а потом уже белую. Нет, Илинка, в том-то и дело, что нужно было в обратном порядке. Сначала белую, потом голубую, потом розовую. Вот в чем ты, Сережа, ошибся. Давай наоборот. Да-да, папа. Хорошо, Юля, в обратной так в обратной. Ишь бы в этот раз ничего не допутать. Так, розовая, главное не спешить. Голубая и белая. Реально кликает. Потом синяя. Тут роза. Блин, Юля, что-то в обратной очень сухо. Сережа, круто, тебе голос твой вернулся. Наконец-то стала вся на свои места. Мама стала мамой, папа стала папой. Слушайте, но только мы забыли об одном. Я-то еще до сих пор не могу нормально двигаться. Ничего, Юля, сейчас две секунды найдем в интернете для тебя противоядие. О-о, маме такое Ирина точно не понравится. А это ей не больно будет? Не знаю. Ну что, покажем ей путь противоядия. Это что, опять укол? Нет, мама, это кое-что еще страшнее уколов. Что может быть страшнее уколов? Это, наверное, капельница. Нет, Юля, никогда не отгадаешь. Капельница по сравнению с этим просто пыль. Что это может быть? Давайте уже, говорите. Я уже на все согласна, лишь бы прийти в себя. Ну, мама, это клизма. Нет, только не клизма. Не зря, Юля. Эта медичка эту клизму здесь оставила. Она просто приготовила для тебя. Все-таки мне и не удалось избежать эту клизму. Юля, так не просто еще сделать клизму. Нужно туда заправить 50 целых угольных таблеток. Вот блин. Ну, если это поможет стать самой собой и найти эту вредную мошенницу, я готова. Ну, а ты, медсестра, держись. Ну, а вы, ребята, если тоже боитесь эту клизму, обязательно нажимайте лайк этому видео и смотрите, что же будет дальше. Ну, что, Юль, я уже растворил тебе 50 угольных таблеток. Элина, неси сюда клизму. Ну, что, будем набирать? Ну, давай, папа. Смотрите, смотреть не могу. Юль, посмотри, полненькая, готова, расслабляй булочки. Ну, что, Юля, ты готова? Готова, готова, я все равно ничего не чувствую, только страшно. Ну, тогда на 3-4, 3-4, оп. Сережа, походу, я все чувствую. О, кажись, все пустая. Юля, мне кажется, ты сейчас должна подпрыгнуть, взлететь и куда-то очень быстро умчаться. Ребята, нажимайте лайк, вот это ржака. Сережа, отходи, я походу уже могу бежать, и причем очень быстро. Блин, ну, вы, ребята, были на канале ЮАСОУ, обязательно по традиции лайкосик, подписочка и смотрите дальше нашу новую прикольную серию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова